Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Во-первых, у меня появилось достаточно столько ощущений, что вы в той или иной степени хотите перебросить на нас ответственность за принятие решения, которое назрело. Это первое, я хочу сказать. То есть решать нужно вам. Можно помочь вам разрешить конфликты, которые у вас есть, а ваши внутренние конфликты можно помочь разрешить. Но решения принимаются все-таки вам. И очевидно, что без консультирования, без психотерапии здесь не получится. Это первое. Второе. Для дочки еще большим стрессом является то, что вы с мужем своим не ладите. Вам так не кажется? Не кажется ли вам, что для дочери жить в постоянной среде конфликта, обид, негатива хуже, чем если бы она пережила стресс-развода, особенно при условии, если бы вы сами в этом были уверены. Уверены в том, что поступаете верно. Вы пишите, что с мужем вы 23 года назад поживились, а дочке ваших 90 лет. Ну, я не думаю, что проблемы между вами и вашим мужем начались после родины дочери. Я думаю, что проблемы были и раньше. И вот почему вы раньше их терпели, это большой вопрос. Хотя ответ на него частично вы даете. Когда пишите, что он нормальный папа, лучше многих знакомых. Вот такое ощущение, что вы подбираете мужчину себе для того, чтобы он был хорошим папой. Не как лично, которая была бы заинтересована в вашем росте, а именно как папа. И плюс вы сравниваете, вы говорите, что он лучше многих знакомых. Нет ощущения, что у вас к этому человеку что-то есть. Есть ощущение, что вы выбрали его, потому что он лучше, чем другие. То есть в сравнении он победил. Но это не самая лучшая основа для построения хороших отношений. С вашими обидами на мужа можно поработать, чтобы вас это не задевало, чтобы вас это не напрягало, чтобы вам это не было неприятно. И с личными границами тоже можно поработать, а также научиться бесконфликтному общению, чтобы общение выстраивалось с вами на бесконфликтной основе. По поводу того, что он не дает вам заниматься интеллективным театром, ну это выглядит больше как ваш выбор, за который вы не очень хотите отвечать. То есть выглядит все так, что вы сами чего-то боитесь и позволяете мужу вам что-то запрещать. Ну а иначе как, кто-то вам может что-то запретить. Вот. Следующий момент, это ваше ориентирование на семью. Для меня это здорово, но не может быть самоцелью. Приближение, что сделает человека зависимым. Судя по тому, что чувствуете вы, я полагаю, что подобная зависимость вам не совсем большая. А значит важны другие ориентиры. Ориентиры помимо семей, например. Ориентиры помимо Той Направленности Помимо Того движения, которое у вас сейчас есть. Сейчас ваше движение это все ради дочки. Ну и это опять же позиция, обесценивающая вас саму. Собственно, что чувствует муж, ведя себя с вами так, таким образом. Вот. Вас не устраивает то, что вы ориентируетесь на семью. Да, вы привыкли. Но посмотреть можно к чему вы привыкли. И чем обусловлена привычка ваша, тогда уже можно будет что-то вам порекомендовать. Вот. Но настоятельно я рекомендовал бы вам сейчас Работал с судоцеркой. Вот. Со страхами. Вот. У вас есть страх. Ну, страхи. Вероятно, привозность. Вот. И навыком. Обладение навыками. Без конфликтного общения. Вот. Это то, что у меня видится наиболее актуальным. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго. И... Удачи. 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 Удачи.